Ну что, привет! Меня зовут Роман Стикс, и я с вами собираюсь провести такой тропический мастер-класс. Он будет касаться того, как можно с кайфом делать музыку, находясь на отдыхе. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть бассейн, пальмы, море вот там вот где-то. Потом, что необходимо, есть очаровательная девушка, которая снимает этот аудио-мастер-класс. Вот, который я сейчас опять возвращаю камеру. Есть также миди-клавиатура со встроенной звуковой картой Behringer U-Control UMA25S. Это, конечно, не какой-то супер-мега-девайс для большого продакшна, но это то, что вам нужно на отдыхе. Не нужно тратить огромную кучу денег, и при этом тут все есть. Тут есть 8 контроллеров, есть 2 октавы, возможность перемещать эти октавы вот этими кнопками. Есть управление секвенсором, пуск, стоп, запись, все основное. Питч-бендер, колесо модуляции. И звуковая карта, которая, как вы видите, встроена в эту клавиатуру. Звуковая карта поддерживает ASIO, соответственно, это то, что нам нужно. Потом у нас есть ноутбук. Двухъядерный ноутбук Dell. В принципе, любой из современных ноутбуков должен для этого сгодиться. Ну что ж, давайте начнем делать хороший солнечный летний хаос. Начнем мы с того, что откроем Cubase. Пока в холодильнике морозится Малибу, мы откроем Cubase и сделаем приятной музычке. Так, ну вот, Cubase открыт. Давайте удостоверимся, что в девайс-сетап слайд-драйвер от этой клавиатуры и этой звуковой карты Behringer. Ну вот видно, Behringer USB Audio. Все это то, что нам надо. Ну и так, я создаю новый проект. New Project, назовем его, ну давайте назовем его Egypt Night. Окей, проект создан. Что касается настроек проекта, я думаю, 44.1 кГц, 24 бита в данном случае мне подойдет. Этого более чем достаточно. Далее я сохраняю проект, чтобы работал автосейв. Окей. Ну и, чтобы вы слышали, что будет происходить у меня в наушниках, я соорудил вот такое странное устройство. У меня есть наушники, которые мне нравятся. Наушники Yamaha для портативных целей. То, что надо. Небольшие, но при этом достаточно достоверные. И есть то, что шло в комплекте вот с этой клавиатурой Behringer. Вот такой вот странный девайс. Но что на нем важно, что есть микрофон. Я долго думал, как же я запишу этот мастер-класс, ведь вам же важно слышать, что происходит в наушниках. А у меня тут нет никаких дополнительных устройств. Поэтому я положу себе этот микрофон вот так вот в ухо. Это более чем экзотический метод записи. Но, я думаю, в походных условиях он подойдет. Вот. То есть вы у меня прямо в ухе находитесь в данный момент. В мозг практически свой пускают. И так. Ну. Хаос, хаос. Когда люди говорят слово хаос, сразу как-то подразумевается 127 BPM. То есть 127 ударов в минуту. Потому что очень много уж хаос-треков в таком темпе сделано. Ну и пускай будет 127. Экранчик у меня снимается. Все замечательно. И так. Я создаю инструмент трек. И пускай первым инструментом, который мне задаст грув, будет Stilus RMX. Если вы хотите писать музыку, да еще и находясь на отдыхе, то не вздумайте заморачиваться с программированием отдельных элементов. Самим их синтезировать. Вы потратите на это полдня. Вот. И идея уйдет, которая летает тут в воздухе. То есть нужно просто взять какой-нибудь готовый грув. Если вы захотите, вы потом, приехав с отдыха в своей домашней студии, подложите другие звуки и так далее. А сейчас мы просто возьмем Stilus RMX. Так. Вот он загружается. Я перевожу его в режим Groove Menu, чтобы пользоваться библиотеками лупов. И, пожалуй, я отправлюсь в раздел User Libraries. Там у меня есть уже много всяких дополнительных библиотек, которые можно приобрести дополнительно. Вот есть библиотека Soulful House Sessions. Так, вот она загружается у меня. И сейчас я подумаю, какой бы звук мог нам подойти. Давайте послушаем с клавиатуры эти звуки. Когда я нажимаю на клавиатуру, воспроизводятся лупы, которые уже содержатся в этой библиотеке. О, вот это мне нравится. И это, кстати, тоже неплохо. Окей, мне этого достаточно. Я собираюсь записать несколько тактов вот такого грува. И несколько вот такого. Это будет как основной, а первый будет на начало, который без басбочки. Итак, записываем. Значит, чтобы с клавиатуры заработало управление секвенсором, нужно нажать кнопочку MMC. Ну и дальше можно нажать, собственно говоря, запись. Запись пошла. Метроном тоже не помешает. Букву C я нажимаю на клавиатуре. О, кликает. Ну и напишем. Окей, пару тактов такого грува и пару тактов основного. Окей. Теперь я собираюсь удостовериться в том, что записанные мною ноты идеально ровные, то есть начинаются и заканчиваются четко по границам тактов, поскольку я их собираюсь использовать как лупы. И теперь я собираюсь перевести их из формата MIDI в формат аудио. Для чего мне это нужно? Ну, для того, чтобы ради каких-то отдельных лупов у меня не висел работающий стилус. Все-таки это ноутбук. Итак, я пересчитываю каждый из них в аудио. Ставлю локаторы по границам этих ноток кнопкой P и делаю экспорт. Экспорт я сделаю прямо с канала стилуса. Вот он, инструмент RECS, стилус RMX-01. Подпишем луп 1, 44.1 кГц, 24 бита, экспорт. Так, ну и второй. Выделяю второй, делаю экспорт, луп 2. Итак, у меня появилось два трека, на которых лежат аудио события с этими лупами. Стилус я пока могу заглушить лупкой M. Итак, послушаем еще раз, что есть что. Ага, вот этот вот луп, который подойдет для начала, и вот этот, который будет основным. Окей. Раскопируем некоторое количество этих лупов. Как вы видите, тот луп, который на начале, я решил сделать вообще основным перкуссионным лупом. То есть он у меня позвучит не только в начале, но будет звучать и вместе с тем грубым, который я решил, что будет основным. Послушаем их вместе. Вот так вот звучит отдельно основной луп, а так вместе. По-моему, супер. Единственное, что из первого лупа я удалю избыточные низкие частоты, чтобы у меня не получилось неразборчивой и низкой бас-бочка. Так, я ставлю high-pass фильтр. Сейчас послушаем, на сколько герц. Ну вот, на 300. Думаю, подойдет. Окей. И основной луп у меня включится с 17-го такта. Хорошо. У меня уже начинает менять. Дальше. Какой-нибудь хочется такой вот синтетический инструмент, который задаст ритм и настроение. Давайте попробуем поискать в инструменте под названием Nexus. Так, ну вот в Nexus'е у меня можно тут найти массу разных звуков, в том числе расширение Nexus'а XP Dance. Так, побродим в нем. Ох, это совсем не то, что нам надо. Арпеджио-раторы. Итак, найдем что-нибудь клавишное, синтетическое, что создаст приятное хаосовое настроение. Так, ну давайте-ка посмотрим вот эти звуки. Что-то как-то не то. Слушаю. Неплохо. О! Вот это то, что мне надо. Вот это мне понравилось. Так. Как вы видите, у меня всего две октавы. Я, конечно, их могу сдвигать. Но я могу также пользоваться транспозицией, которая встроена либо в клавиши, в MIDI-клавиатуру, либо встроена в Cubase. То есть я хочу играть в тональности до мажора и ля минор, чтобы обойтись без ключевых знаков. Но мне хочется, чтобы нотки были выше. Стало быть, мне нужно включить транспозицию. Я нахожу вкладочку под названием MIDI-модifiers. И здесь сделаю нужную у меня транспозицию. Так, ну давайте сделаем транспозицию на 7. Это у меня получится ми минор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, ми минор. Так. Да, вот как-то так мне нравится. Запишем какой-нибудь рисунок. Ну что я буду играть? Ну давайте. Давайте включим лук и что-нибудь к самому придет. Наверняка. Помогу, супер. Ну, этого у меня достаточно, чтобы сделать нужное количество копий. Квантирую по 8. Выделил нотки. И квантирую. Слушаем. Отлично. И теперь я этот такт раскопирую. Наверное, на всю нашу композицию. Послушаем, как это звучит. Хорошо. Ну вот отсюда уже что-то хочется начать новое. Давайте поэкспериментируем. Так, 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 так. Думаем. Что может быть? Может быть, стоит взять сейчас и записать, пожалуй, подклад. Создадим инструмент трек и возьмем инструмент silence, в котором найдем какой-нибудь звук подклада. Так, смотрим, что тут у нас есть. Вы знаете, что я передумал. Я возьму Nexus. Опять Nexus. Да. И вот тут есть такое Single Layer Pads. Однослойные подклады. Послушаем. Опс. Никакой тональности, поскольку тоже нужно включить транспозицию. на то же значение, которое мы использовали в синтезаторе. О, не линка. А вот этот? Да, вот этот больше нравится. Итак. Ну, создадим поддержку для той гармонии, которая здесь есть. А здесь, по сути, у нас все три аккорда. Затем пишем кусочек. Окей. Вот такой рисунок. Я его квантирую по 8-й минутке. Квантируем. Слушаем. Хорошо. Чтобы ноты не наслаивались друг на друга, используем команду MIDI functions delete overlaps poly. То есть наслоение нот. Убираем. Итак, убрали. Копируем. Давайте его поставим. Четыре тактика, пускай позвучит. Точнее, это восемь тактов. Позвучит вступление. И потом подключится как раз вот этот вот элемент. Да, вот отсюда. Ну, он немножко гулкий и тускловатый. Я собираюсь это поправить. Отключим дилей, отключим реверт в Nexus. Сделаем его поярче. Я захожу в эквалайзер. Вот как-то так, да. Можно даже, чтобы он еще был порезче в инсерт и поставить имитацию лампы. Итак, я использую вкладочку distortion и возьмем плагинчик the tube, встроенный в Cubase. Окей. Ну и теперь заставим этот подклад колебаться под луп. Для этого нам понадобится sidechain компрессия. Вы, конечно же, все знаете, что это такое. А если не знаете, я вам покажу. Итак, я ставлю компрессор на этот подклад в инсерты. Компрессор, встроенный в Cubase. На нем включаю опцию sidechain. Она нам позволит сделать так, чтобы этот подклад реагировал на пики какого-то другого сигнала. Этим другим сигналом у нас будет основной луп. Вот этот вот. Теперь в посылы этого лупа я захожу, то есть sense loop 2. И делаю посыл на появившийся там sidechains. Ну и теперь настроим компрессор. Я хочу, чтобы подклад проваливался бы под удары бочки, которые в этом лупе являются самыми громкими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это уже неплохо звучит. Сейчас я хочу посмотреть в Nexus еще, может быть, укоротить релиз немножко. Окей, пойдет. Сделаем его чуть-чуть потише. Я хочу сделать какой-нибудь плавный такой шумовой вход в ту точку, где у меня пойдет основной луп. То есть мне нужен нарастающий шум, что является таким частым довольно приемом. Давайте возьмем синтезатор Silent. Если мне не изменяет память, там есть неплохой пресет на эту тему. Да, вот он, SFX. Уж! Так. Правда, уж. Вот этот уж. Мы сейчас с вами и запишем, и переведем его сразу в формат аудио, чтобы можно было его покромсать. Поехали. Запишем его просто в свободном месте. Абсолютно. Класс. Пересчитываем его в аудио формат. Делаем экспорт аудио микс даун с канала. С какого канала? Сайронс вирус 04. Окей. И пишем, что это noise. Экспорт. И вот у нас появилась аудиодорожка с шумами. А этот Silent я даже отсюда удалю, поскольку он мне был нужен только для того, чтобы получить этот шум в данном случае. Итак, я ставлю ее так, чтобы самая максимальная точка этого шума попадала точно на 17-й такт. Окей. Это мне удалось сделать. Ну и теперь сделаем нарастание в Cubase при помощи фейда. Послушаем. Неплохо, но какого-то акцентика не хватает. Тарелочки. Давайте возьмем тарелочку. Итак, еще один инструмент трек. Откуда взять тарелку? Вот так. У меня тут установлен такой инструмент, как Plug Sound. И вот в Plug Sound Drums and Percussion мы найдем вкладочку General Midi Kids и возьмем Big General Midi Kids. То есть ничего оригинального тут, конечно, нет. Но, тем не менее, что там есть? Там есть. Хорошо. О, это не он. Так. В общем, не он. Видимо, не та октава. О, фантастика. Это он. Ну и запишем его на 17-й такт как акцент. Поехали. Поехали. Скомантируем. Local Q. Ну и добавим ему delay. И холп. Так. Delay. Пинг-понг-делей возьмем с вами. Допустим, четвертями. Фидбэк поменьше. И послушаем, сколько процентов нет. Пойдет. Ну и давайте еще и реверберации ему добавим. Будет такой совсем объемный удар крэша. Ревербератором я назначу, в данном случае, Waves Air Verb. И возьмем пресет Plate. Ну, и вокал Plate. Срез высоких частот уберу. Все-таки это крэш. Пускай он будет ярким. Слушаем. Супер. Так. Ну. Хочется баса. Прям от счастлива. Хочется баса. Итак, бас. Ну, давайте бас мы возьмем из инструмента Silence. Так. Инструмент трек. Берем Silence. И смотрим, что там есть за звуки среди басов. Так, так, так. Так, ну, послушаем. О, транспозицию надо посмотреть. Так же, как и везде, на 7. Ну, как-то взвешно резко, да? Угу, тоже резко. О, бас уже везде. Бас уже везде. С рисунком, с ритмическим, с арпеджератором. Давайте попробуем, что может получиться из этого. По-моему, очень прикольно. Для того, люди и создают пресеты, чтобы ими пользовались. Запишем. Да, да. Отлично. Мне этого достаточно. Я вот случайно нажал две нотки сразу. Лишнюю сотру. Остальное скалантирую. Так, по восьмым, вероятно, да? Нет, по шестнадцатым, скоро. Послушаем. Да, хорошо. Даже, наверное, я сделаю Fixed Velocity. Фиксированную громкость у всех этих басовых нот. Окей. Поперываем. Слушаем. Немножко подклад вот этот. Мне бы хотелось сильнее покачать при помощи сайдчейна. И чуть-чуть еще эквалайзером его по низким частотам обрезать. Да. Да, вот сейчас неплохо. Давайте попробуем сделать его еще чуть более стерео. Я зайду во вкладочку Spatial и Stereo Enhancer. На них поставим. О! Да, вот так лучше. Мы тут думали, что спеть может быть. И вот думали-думали, например, Все это море, это солнце, джаз. Все это аудиомастер-класс. Соответственно, джаз, да, слово фигурирует? Ну, как-то придется это обыграть. Ну, давайте возьмем что-нибудь джазовое. Итак, запишем какие-нибудь духовые. Что-нибудь в стилусе такое должно быть. Так, давайте посмотрим, что у меня есть в стилусе. Так, Soulful, How to Shopping, Youth, Webfunk, может быть. Там мы найдем что-нибудь. Да, тут везде есть духовые. Так, ну, давайте поищем. Послушаем здесь. Так, почему ничего не звучит? Не так, да, наверное. Да, какие-то есть духовые. Так, ну-ка, давайте посмотрим еще. Ну-ка. Там-то, кстати говоря, в той же тональности, которая нам нужна. Просто супер. Так, на ноте соль. Итак, записываем. Это серединки нашего хаос-фрагмента. Так, ну-ка, поехали. Послушаем. Так, и еще пару вариантов, которые там рядом. Я бы рассмотрел. Так, а этот. О! Вот. С этим баритоном-саксофоном мне больше нравится. То есть нам вот эту нотку надо подвинуть на полтенчика. И это будет то, что надо. Послушаем. Ну что, супер. Я это также перебрасываю сразу в аудио. Раз. SteelSRMX-01. Это канал, с которым я делаю экспорт. Окей. Ну и, пожалуй, может быть, дилейчик сюда небольшой повесить. Пинг-понг дилей. Какими нотами? Может, восьмыми? Посмотрим сейчас. Пинг-понг дилей. Пинг-понг дилей. Пинг-понг дилей. Пинг-понг дилей. Ага. Супер. Так. Ну что же. Финальные штрижки. И вокал. Давайте сюда, во-первых, тоже скопируем шоу. Послушаем. Подкладок мне не дает покоя. Сейчас, пять секунд еще. Мы его поправим. Еще ярче я его хочу. Пинг-понг дилей. Пинг-понг дилей. Итак, все супер, давайте сделаем интро. Интро при помощи эффекта, тоник, который мы поставим на мастер. Итак, активируем фильтр, тоник и сделаем вот что. Мы сделаем с вами сейчас микс на 100% и будем потихонечку открывать low-pass фильтр. Послушаем. А, слишком сильный резонанс, уберем его. Drive тоже такой сильный уберем. И микс сделаем на 90%. Да, вот так будет неплохо. Итак, запишем автоматизацию тоника. Автоматизация тоника, это только на отдыхе может случиться с вами. Поехали. Поехали. И вот отсюда мы его отключим. Супер, слушаем. Ага, хорошо. И крышку сюда я добавлю. Нет, ни к чему тут крышка, уберем. Пожалуй, перейдем к вокалу. Сейчас очаровательная девушка переберется из-за камеры к микрофону. И так, как вы видите, я избавился от наушников. Избавился потому, что буду записывать вокал. И так, я создаю аудиотрек моно, потому что изо рта выходит моно-сигнал у большинства людей. Вот, проверяем настройки. Он назначен у нас на первый вход аудиокарты, которая встроена вот в эту красненькую клавиатуру. Итак, тут же у нее есть такая ручка, которая позволяет регулировать баланс между тем, что выходит из компьютера, то есть музычка, и голосом, который выходит изо рта у прекрасных девушек. И не только. Ну что же, у меня все готово к записи. Сейчас мы проверим уровень. Ла-ла-ла, шу-шу-шу. Как вы видите, уровень позволяет. Даже можно его чуть-чуть уменьшить. Но я громкий, поэтому я его не мешать не буду. Итак, теперь я перехватываю камеру, чтобы снять вот это прекрасное создание, вот этот венец природы, который нам сейчас споет песенку. Так, ну что же, я включаю запись. Так, там как-то удобнее устроиться, да, это требует определенной, как сказать, подготовки. Так, ну что же, пишем. Все это море, солнце, это джаз, аудиомастер-класс. 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 А я думаю, нам это достаточно. Спасибо. Такая короткая песня. Так, ну и теперь займемся обработкой вокала. Послушаем, как это звучит. Вот эта вот краска мне понравилась, пожалуй, я ее вырежу и подкорректирую немножко. Окей, стираем все лишнее и редактируем немножко тут нотки. Я боюсь, это можно просто очень сделать. На отдыхе, когда вы пьете Малибу, маловероятно, что вы будете идеально точны. Ну и зачем нам это? Так, немножко тут подкорректируем. В таком стиле музыки можно не бояться таких эффектов. А вот тут переборчик. О, так поставим, как было. Так. Тут мне все нравится. Чуть-чуть повыше. Ну и вот тут, как вы понимаете, не зациклить слово класс было бы просто неправильно. По четвертям, да. А что вы думали? Банально, но прикольно. Работает. Да, работает. Ну и теперь вот эти кусочки, которые класс, он у меня получился без буквы S, поэтому я эти фрагменты чуть-чуть удлиню и сделаю кроссфейд. Так, не очень удачно тут у меня это стыкуется пока. Так, давайте перед тем, как копировать это слово класс, я чуть-чуть изменю. Ага, мы его просто укоротим. Слово класс будет коротким. Используем таймстратч. Во, вот теперь действительно очень будет удобно. Проверим. Мастер класс, класс. Во. То, что надо. Так, что я делаю? Я делаю ровный однотактовый луп. Мне так удобно не копировать. А у него был Selection. И вот он, наш однотактовый луп. Который я покрашу в оранжевый цвет. Так, двигаем. Слушаем. Так, ну и теперь обработка. Так, по минимуму. Чтобы, приехав к себе в студию, можно было из этого сделать уже настоящий супер-хит. Поэтому сейчас так, по минимуму. Ну, чтобы звучало. Так, ну это я поставил компрессор. Теперь я собираюсь поставить сюда эквалайзер. Так, срезать низкие частоты. Так, ну и какие-нибудь креативные эффектики. Например. Можем использовать клонер. Он создаст как бы дабл-треки искусственные. Так, послушаем. Так, что не хватает? Гилея. Создадим автутси-чанел-трек. Дилей. Пин-пон-дилей. Давайте восьмыми нотами. Ну, послушаем, как это будет звучать. И посыл на этот дилей делаем с вокальной дорожки. Мне не нравится, как клонер работает. Я его заменю на waves-даблер. Иногда он бывает хорошо сидит, но вот в этот раз мне что-то не понравилось. Так, даблер. И посыл на даблер. С вокала. Так, ну а тут вот будет закрываться фильтр. На вокале фильтр, тот же самый тоник. Так, мы его тут включим. И он будет закрываться, оставляя только низкие частоты. Итак, пишем автоматизацию. Пошли боковые. Ну и теперь на мастер мы поставим такой эффект, который нам даст более законченное звучание. Хотя, конечно, это не мастеринг и даже не премастеринг. Это просто максимизация громкости. Давайте мы с вами используем инфлятор. Опа, смотри. О, такая простая настройка. Послушаем. Теперь весь трек целиком. Все это море, солнце, это джаз. Аудио, настер-класс. Все это море, солнце, это джаз. Аудио, настер-класс. Стас, 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 стас Субтитры добавил DimaTorzok